Всем привет! В этом видео я вам покажу, как делать красивые взрывы. Но для начала этот взрыв нужно срендерить. И для этого сейчас самая лучшая программа это Embergen, потому что она позволяет делать рендеры в реальном времени. И аналогов этой программы вообще нет. То есть в этой программе не нужно ждать симуляции и рендера. Все делается моментально. И как раз сейчас создатели этой программы проводят конкурс, где раздают бесплатно лицензию на 2 месяца. Если вот вы создадите на реалтаймовых фикс-форуме топик, напишите на имейл, и тут еще можно получить за участие призы. Но это не важно, важно лицензия на 2 месяца. И с помощью этой программы можно создавать буквально все, что угодно. Не только взрывы, допустим, если я вот открою, тут есть множество пресетов от самих разработчиков. Допустим, вот такой. Тут можно создавать очень много чего. Допустим, вот такой вот взрыв. Управление камерой тут очень простое. Симуляции все в реальном времени, то есть не нужно ничего ждать. Множество настроек, чтобы можно было создавать что угодно. И плюс этой программы в том, что после того, как вы срендерите, то есть когда пройдет симуляция, вы можете экспортировать не только какую-то эмиссию текстуры, а еще можете экспортировать и карту нормали, и motion vector, и как раз вот motion vector мне и нужен. И сейчас объясню почему. Так, закрою это окно. Вот у меня есть пример. Взрывов с разными шейдерами. Вот этот взрыв просто картинка, ну они обе, картинки 64 на 64. Вот такой взрыв 2048 на 2048 пикселей. И как вы могли заметить, один взрыв, ну, анимация идет плавно в одном взрыве, а во втором, то есть я использую обычную sprite sheet animation. Вот как тут. То есть тут обычная sprite sheet, вот в этом первом взрыве, а тут я использую взрыв через шейдер, и я изменяю его от кадра к кадру с помощью текстуры, которая называется motion vector. Ее тоже можно легко экспортировать с помощью эмбергена. И сейчас я покажу, как делать вот такой шейдер, чтобы можно было использовать в Unity motion vector. Шейдер я сделал как и в Amplify, так и в шейдерграфе. Но сейчас покажу, как этот шейдер устроен в шейдерграфе. Первый раз я увидел подобное на канале Антона Швецова и попытался воссоздать этот шейдер. Но у меня ничего не вышло, потому что я сначала использовал смену кадра в системе частиц, и вот такое в шейдере. Но это мне не подошло, и оказалось, что нужно использовать flickbook в самом шейдере. А в системе частиц кадры изменяясь с помощью кривой. И так все нормально работало. Сейчас покажу, как устроен сам шейдер. Финальное значение Opacity в шейдере я перемножаю с буфером глубины, чтобы в местах соприкосновения частиц в местах соприкосновения с поверхностью сделать их углы мягкими. Без этого угол будет вот такой вот острый. Этот шейдер вы можете сможете скачать у меня на патреоне. И значение Emission с текстуры я вот просто добавляю вот сюда. То есть перемножаю. Сейчас объясню, как это устроено. И перемножаю с Vertex Color, чтобы можно было изменять свет системы частиц. Перемножаю просто светом, чтобы можно было менять свет в материале. И тут я пропускаю эту текстуру, главную через Node Power, чтобы сделать яркий цвет еще ярче, а темные цвета полностью темными. и перемножаю и перемножаю тут все с UV-каналом B, это значение X в шейдере, и перемножаю с цветом, чтобы можно выбрать цвет, который я хочу сделать ярче в материале. Допустим, если тут у меня выбран желтый цвет, он становится ярче. Если это какой-то другой, допустим, синий, тут все нету, поэтому он ярче не становится. и это значение я также могу управлять значением яркости, как в шейдере, вот оно, значение X в кастом дате, либо вот тут в материале. и в общем пропускаю потом через Node Club, чтобы минусовые значения, которые я пропустил через Power, не отнимались от обычных значений текстуры, и потом все это добавляю в Emission. Но это не главное, я сейчас не буду объяснять, как и что вот это такое, потому что я это сейчас пока не использую в шейдере, а объясню, как сделать плавный переход от одного кадра к второму. То есть давайте будем считать, что вот эта текстура, выход текстуры 1 кадр, а это второй кадр. И чтобы сгладить эти кадры, я использую вот значение Fraction, когда кривая идет со временем от 0 до 64 кадров. Fraction это такой нод, который плавно делает переход от 0 до 1. То есть идет первый кадр от 0 до 1 второй кадр, от 0 до 1 третий кадр, от 0 до 1 так, когда, то есть для всех кадров. и тут я еще добавляю нод вот эти кривую, которые проходят в системе частиц от 1 до 64, вот это значение, то есть количество кадров в моей текстуре. Пропускаю это все через нод Floor. Нод Floor делает это число, то есть оно там идет то есть 0, 0,1, 0,2, ну там и значение и тысячный, и дальше, 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 чтобы не было точек после комы, чтобы было четкое значение либо 0, либо 1, либо 2, либо 3, либо 4, я использую вот этот нод Floor. Вот что он делает, вы можете увидеть вот тут на примере, на рисунку. И тут я добавляю нод Floor в 1 Flipbook, то есть тут кадры идут прямо, и во 2 Flipbook я еще добавляю значение 1, чтобы тут был на 1 кадр больше, то есть чтобы потом налаживать 1 кадр на 2. И с помощью вот этой группы нодов я делаю плавный переход, то есть чтобы с помощью текстуры Motion Texture, то есть я вот добавляю UV, можно было делать плавный переход от 1 кадра ко 2. Кстати, на выходе отсюда от картинки от Motion Texture искажая его UV, я искажаю эту картинку, я добавляю потом ее как раз таки UV-координаты, чтобы искажать главную текстуру от 1 кадра ко 2. Но чтобы можно было регулировать это искажение, чтобы оно не было слишком жестко, я добавил вот этот нод Remap и управляю этим значением с помощью значения в материале. То есть изначально значение 0.1, а нужно мне значение близкое к 0, чтобы не сильно искажать текстуру. То есть сейчас покажу как это сделано. если это значение будет допустим 0.1 это уже будет слишком и текстура будет вот так быстро искажаться, потому что UV, которая входит в главную текстуру от текстуры Motion Vector оно будет слишком искажено. А если поставлю 0.1, так искажения будут еще жестче, поэтому я использую такое маленькое число. Кстати, то же самое можно сделать и для карты нормальной, если вы допустим будете использовать не обычный Until Shader, а какой-то PBR то есть можно создать так же само ноды для Normal Map сюда добавить текстуру карты нормальной, добавить потом как ее главную текстуру сюда UV и сюда UV координаты и объединить эти две текстуры через Lerb и в Lerb добавить нод Fraction и потом это все добавить в карту нормальной. Но так как у меня Until Shader тут нету выхода для Normal Map. Кстати вот так этот Shader выглядит в Amplify Shader Editor и кстати оба Shader я загружу на свою страницу Patreon бесплатно так что переходите по ссылке в описании и скачивайте а сам зрел наверное выложу чисто для моих подписчиков спасибо что досмотрели до конца и увидимся в следующих видео пока . t . .